итак в этом видео мы с вами рассмотрим статус line первое что мы видим в статус line это возможность выбора различных режимов да мы с вами в прошлом видео рассмотреть возможность переключения режимов при помощи горячих клавиш f2 f3 f4 f5 и f6 также мы с вами это можем сделать вот в ниже в выплывающем меню если мы нажмем на стрелочку да либо просто на сам рендеринг следующая идет раздвигательная линия которая позволяет нам либо скрыть либо спрятать либо показать существующие какие-либо опции следующие кнопки я думаю вам всем известно хорошо это создать новый документ открыть сцену сохранить сцену и повторить в команду либо отменить команду да то есть либо отменить и повторить имеется ввиду следующая кнопка я то есть это режимы иерархии да то есть это возможно в правильность и осознавание того как вы будете работать с объектами очень важны да то есть вот эти вот три кнопочки очень важны по умолчанию мы с вами стоим в режиме выделения объектов что это значит это значит что мы с вами создаем объект объектом считается это полигональная сфера нурп сфера различные кости деформеры да то есть это глобальный объект объектовый уровень соответственно в зависимости от того в каком мы находимся с вами режиме повторю сейчас мы с вами находимся в режиме объектов у нас с вами могут быть различные выделены маски что они позволяют делать они нам позволяют либо выделять определенные объекты либо наоборот запретить выделять определенные объекты на примере сейчас мы с вами находимся в режиме объекта и мы с вами можем выделять абсолютно любой объект который мы с вами создадим если же мы с вами нажмем на этот маленький треугольничек да и скажем что all object of это означает что мы с вами не сможем выделить ни один объект на примере смотрите мы с вами создадим нурпс сферу видите я ее создал и сбросил выделение кликнув на пустое место на нашем viewport и теперь как бы сильно я не клацал я не смогу ее выделить видите меня отсутствует возможность также я допустим создам источник света допустим point light я его создал вот самый в центре у нас появился в самом его просто видим но он у нас в центре видите я его не могу выделить теперь допустим я хочу выделить только поверхности вот эта вот иконка отвечает за поверхность видите сайт сервис object также вы видите то что на стрелочке у нас с вами образовался маленький список это говорит нам о том что если мы нажмем сюда правой кнопочкой то у нас появится какое-то дополнительное меню нажимаем и мы видим что под поверхностью понимается да мы с вами можем выбирать плейный cpu кэш поле сервис и либо же нурпс если мы нажмем левой кнопкой мышки это означает что мы будем выбирать выбирать все поверхности которые мы не создали видите я создал вот зонах свет я нажал и выделил нурпс сферу если же я зайду и создам допустим полигональную сферу я также ее смогу выделить но источник света я выделить не могу потому что он у меня собственно не стоит в масках если же я хочу выделять исключительно только нурпс поверхности да в данном случае это вот эту вот сферу что мне нужно сделать мне необходимо правой кнопочкой кликнуть на него и сказать я хочу выделять только нурпс сферу видите он меня иконка подсвечивается немножко другим цветом и теперь я как бы сильно не выделял как бы сильно не крутил камера в нашем вьюпорте я буду всегда только выделять нурпс объекты но в дальнейшем когда с вами будем работать более детально с объектами вы разберетесь и еще будем останавливаться на этом поэтому пока что по умолчанию мы с вами ставим все объекты должны быть включены это мы с вами работали режиме объектов следующий режим это режим компонентов как как вы уже наверно знаете по я буду повторяться несколько раз да насчет компонентов их объектов каждый объект в сцене имеет свои какие-то компоненты на полигональному на полигональном объекте это компоненты такие как вершины ребра и фейсы данном случае полигоны соответственно сейчас мы с вами находимся в режиме полигональных да то есть видите селект point то есть я выделяю точки видите здесь выделяются точки здесь выделяются контрольные вершинки если мы здесь нажмем правой кнопочкой вы увидите нурпс сиви в данном случае нурпс контрольные вершины поле вертексы различные партикл эффекты и латис поинт да позволяет нам выделять наши объекты наши компоненты на объекте да то есть вы должны это четко понимать впоследствии мы еще будем не раз к ним возвращаться да но пока что как вы видите здесь вы не можете одновременно вы можете одновременно здесь работать с несколькими объектами да то есть вы можете сказать и партиклы выделять точнее вертексы да и полигоны и ребра ну и так далее то есть такое мульти режим мульти задачный режим но зачастую обычно это какой-то один режим это либо вершины либо полигоны либо ребра да то есть большая часть своей работает это именно таким образом и третий режим данном случае он является у нас первым да это режим который позволяет выделять иерархию да то есть иерархию мы с вами будем рассматривать чуть чуть попозже в данном случае он может если у нас есть между объектом какие-то родительские отношения да то есть один является ребенком другой является родителем то мы с вами в зависимости от того какой из этих режимов выберем можем выбирать либо первый либо последний объект в целой иерархии но об этих трех режимах мы еще более детально будем рассматриваться в последующих наших видео уроках более детально следующие компоненты это привязки да то есть это привязки к различным видам значит какие у нас есть с вами типы привязок первое это привязка к сетке видите я зажал нажал кнопочку и у меня соответственно сразу же поменялся курсор частности здесь стал кружочек теперь как бы я не двигал у меня мой центр моего объекта пивот будет всегда привязан к решетке сетки которые у нас здесь с вами представлена если же я нажму привязку по кривой да вы видите сейчас меня нет ни одной кривой в нашей сцене но это и не нужно я могу привязывать кривую и к каким объектам да то есть данном случае ребро может считаться кривой но про привязки опять же таки будем еще рассматривать с вами там есть очень много нюансов и особенно с привязкой кривой будет целое отдельное отдельное видео только относящиеся к привязкам следующая привязка по точкам да то есть мы с вами можем двигаться видите на наше на нашей полигональной сфере есть точки и соответственно мы с вами будем приснепливаться только исключительно к этим точкам вот и еще один из самых важных типов привязок это создание объекта живым да то есть это make life surface позволяет рисовать уже на самой поверхности да этот этот режим используется как в ретопологии объекта так и при создании при создании нового объекта при использовании старой поверхности следующий или следующие иконки это иконки рендера а также редактор материалов в редактор материалов в мае называется hyper graph hypershade простите значит как нам его запускаем да то есть мы нажимаем и соответственно у нас с вами появляется окошечко до hyper шейд в котором мы с вами можем создавать свои собственные шейдеры она поскольку мая это нодовая система дата здесь не выглядит немножко по-другому не так как в максим но мы с вами будем рассматривать и это окно тоже более детально чуть чуть позже следующее вот эти вот меню которые у нас с вами здесь представлены они относятся к рендеру нашего изображения первое это показать последний фрейм тот который мы отрендерили второе это отрендерить его непосредственно да то есть визуализировать третье окошечко ipr да то есть позволяет нам интерактивно изменять объекты и сразу же получать фидбэк незамедлительно и третье это вызов непосредственно самих настроек да там где мы с вами можем выбрать различные рендеры как вы видите у меня здесь есть мелторейки у меня есть в рей да то есть мы можем с вами использовать как внешние рендеры так и собственные рендеры которые есть в мае по умолчанию и следующие иконки которые нас расположены здесь открывают различные дополнительные элементы нашего нашего интерфейса и так самое первое это у нас модель модель тулкит да позволяет нам моделировать да то есть мы будем его использовать при моделировании нашего первого объекта допускай не очень простенько но мы с ним познакомимся следующее это открывает атрибут editor до котором собраны абсолютно все настройки которые есть в на нашем объекте до абсолютно полностью все следующий это наш открывает тулу сеттинг в настройках нашего какого-то либо предмета либо в зависимости от инструмента который мы взяли может вызываться тулу сеттинг вот и соответственно последний это наш channel box channel box и layer editor там где собраны редактор слоев и непосредственно быстрый доступ к параметрам которые можно проанимировать очень очень быстро на этом все приступаем к следующему видео и и и и и и и и